В малом зале кинотеатра «Беларусь» чиновники, ветераны, молодежь, люди разных профессий, взглядов, возрастов. И это в диалоге, пожалуй, самое главное. Традиционно, в основе разговора, важные для брещан темы. На этот раз 30-летие вывода войск из Афганистана и 75-летие со дня освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. В преддверии главного мужского праздника нашей страны, Дня защитника Отечества, разговор получился откровенным. Это для того, чтобы, наверное, не делать каких-то крупных ошибок. Дело в том, что в мире за последние тысячелетия насчитывается десятки лет, когда вообще не было войн локальных. Зная свою историю, зная тех людей, которые защищали свою землю, мы участвуем не только в воспитательной работе подрастающего поколения, но и память об этих людям мы просто бережем. Представители разных поколений, от ветеранов войны и труда до молодежных активистов, встретились, чтобы рассказать друг другу простыми словами о непростых моментах истории, без пафоса, искренне и от чистого сердца. Я, лейтенант Андрей Кижеватов, возглавил оборону заставы Брестской крепости. Но через день мои солдаты были ранены, и мне пришлось отправиться в подвалы Брестской крепости. Пришлось возглавить оборону Треспольских ворот. Но 29 июня боеприпасы закончились. И мне вместе с 17 ранеными солдатами пришлось остаться в Брестской крепости, как приманка. Я умираю, но не сдаюсь. Формат такого общения не просто заседание с привычными докладами и презентациями, скорее интерактив, который раскрывает характер и степень взаимодействия между выступающими. Каждым таким вот встречей, таким мероприятием, мы думаем, что мы где-то посеем и сеем в их сердцах что-то доброе, хорошее. Им хочется стремиться быть лучше, хочется учиться лучше. И сегодня можно уверенностью говорить, что вот эти ребята, которые присутствуют, сегодня они уже патриоты. Ветераны должны передать молодому поколению, чтобы дальше это продолжалось, чтобы не забылось, чтобы не было бы искажения истории, к сожалению, это сегодня в некоторых странах происходит. И наша задача живущих сегодня передать вот то, чтобы эта грань не стиралась бы и чтобы она передавалась бы, чтобы подрастающее поколение перенимало этот опыт и дальше продолжало бы тот путь. По сути, все, кого объединила встреча, получили своеобразный наказ от ветеранов Великой Отечественной и участников войны в Афганистане. Старшее поколение, а сегодняшние взрослые люди, кажется, делают все, что в их силах, чтобы в наших умах и сердцах героические подвиги земляков жили как можно дольше. Ведь когда уйдет из жизни последний ветеран, слово будет за молодежью.